Армения страна контрастов и бурных цветов. Здесь все гордятся своей кровью и в любой удобный момент с радостью расскажут вам тысячелетнюю историю Армении в самых мельчайших подробностях и ярких брызгах здесь всем интересно сколько тебе лет почему-то это очень важно и часто армяне старше к примеру трампа очень удивляются мол такой молодой моложе чем мы а уже столько всего добился в Ереване очень чисто несмотря на то что там никто не играет в керлинг безопасно и уютно много туристов порой бывает жарковато даже очень жарко настолько что коров дают сухим молоком а мужчины не одевают обручальных колец ну мол сильно раскаляются из-за жары карлсоны в армении на расхват днем в кафе подрабатывают вентиляторами ну а вечером как вы знаете на крыше медведев приезжая летом в армению остается в тени путина спасает от жары разве что в последнее время прохладные отношения с россией которая торгует оружием со стратегическим врагом армении являясь стратегическим партнером здесь вкуснейшие блюда не портят высокими ценами поэтому гастрономический туризм в армении процветает ну и все конечно готовится из натуральных свежих продуктов армяне никогда не опаздывают и если вдруг поезд отошел от перрона это потому что его просто кто-то вспугнул соседи армян в любой стране мира слушают только армянскую музыку хотят они этого или нет армяне очень чистоплотный в том числе и потому что любовницы у них порой бывают с разным цветом волос и очень любят строить практически в каждом армении живет маленький строитель если ему повезет и он купит или получит квартиру на последнем этаже многоквартирного дома будьте уверены на крыше этого дома вырастет вилла минимум в два этажа с балконом и обязательно обязательно с балкона и специально только для жителей 6 этажа пятиэтажки по фасаду здания проведут лифт у армян все по высшему разряду если разводят рыбу то это будет ишхан царская рыба если змеюку воспитали в семье то только королевскую кобру если организовывают свадьбу то строят отдельный ресторан в ресторане с видом на ресторан пусть кредит ну и что не зря же стоят машины в аренду для таких случаев хоть раз надо же для соседей прокатиться на гелике армяне очень любят детей практически культ детей которые в свою очередь почему-то очень любят играть в друг кто кого переплюнет плеваться не знаю не часто в этой игре побеждают дети олигархов что неудивительно гоняют на автомобилях зарубежного производства который там за бугром еще даже не созданы сказал про автомобили сразу вспомнил про то как вводят в армении все дети или братья как минимум шумахера если не гонщики то водители маршрутки это особый пилотаж и мастерство очень радует что есть метрополитен в ереване он очень красивый глубокий и прохладный правда его очень долго копали складывалось впечатление что его не строят а ищут но вы же понимаете горная страна ко мне и все такое наука в армении всегда в почете наверное только здесь на лаборанта ашота и трех его лаборанта кролики смотрят с уважением и почтением и пусть пасту для зубов проверяют на яйцах и пусть с помощью шарика и наперстка опровергают теорию вероятности что ж зато расшифровали сигналы светофора и другие послания вечности и приблизили точность прогноза погоды к прогнозу гороскопа армяне редко соблюдают обряды по технике безопасности именно обряды пристегнуть ремень одеть шлем катаясь на велосипеде это все ересь главный лозунг работы педагогов ереванских школ звучит примерно так работая с детьми даем понять что ты еще более опасный и непредсказуемый психопат чем они армяне очень любят спорт особенно единоборства очень много уникальных побед к примеру у боксеров говорят это легендно но я почему-то верю как-то раз один армянский боец так быстро махал руками что оппонент простудился заболел и проиграл кстати у армян практически никогда не бывает комментаторов на матчах ну во первых бояться комментировать а во вторых бойцы сами себе неплохие цензоры соседи называют армян великим злом человечества но пока не могут понять как армяне устраивают тайфуны и извержение вулканов по всему миру армяне без ложной скромности лучшие в шахматах и не потому что эта игра придумана наркоманов конь рубит слона башня двигается по периметру а потому что это единственная игра в которой приветствуется мат и потому что шахматы самая опасная спортивная игра в мире армяне вообще любят риск можно же заснуть и упасть глазом прямо на ферзя только кошки вот армянские иногда подводят случается что играя с детьми проигрывают партии ну пусть с небольшим отрывом но все же армяне отличные кулинары и для девушек детство в армении заканчивается тогда когда зовут не есть а готовить кстати девушки очень целомудренные и до свадьбы не готовят у армян есть 70 процентная тутовая водка наверное поэтому они не любят алкогольные прелюди в виде шампанского или мартини есть конечно и про белые в ассортименте блюд армяне не любят лапшу макароны доширак ну потому что не умеют ее или его готовить даже не знаю ну и конечно армяне всем известны своей музыкальностью наверное потому что талантливы требовательны и строги воспитание практически все занимаются музыкой как гласит армянская народная примета если отец зовет ашотика заниматься скрипкой значит он его сегодня еще не бил в основном армянам нравится камерная музыка даже тем кто не сидел армяне упорно ходят на концерты моцарта даже если тот написал произведение не для них а для флейты с оркестра еще армянского певца можно сразу определить если вы заметили что во время исполнения музыкального произведения певец покачивается это точно армянин в нем заговорили его бойцовские качества ведь в движущуюся цель сложно попасть армяне отличные воины они часто бились с противником многократно превосходящим по численности и побеждали а в информационной войне не хотят участвовать ну пусть что хотят враги говорят про нас нам какая разница но современные войны во многом выигрываются сегодня в сми поэтому критически относиться к подаваемой информации необходимо не только 1 апреля и не забывайте для прессы хорошие новости это не новости это для нас отсутствие новостей благо как в анекдоте больной у меня для вас две новости хорошие плохая с какой начнем ну давайте плохую новость и не слова хороший почему я по профессии журналист интересный факт на армян никогда практически не нападая такого говорят это потому что армяне всегда вылезают из воды когда слышат зловещую музыку и закончить сегодняшнюю беседу хотелось бы словами великого философа жизнь господа этого мне это желаю вам положительных эмоций которые как вы знаете возникают лишь тогда когда вы на все положили удачи и увидимся